Ну что, друзья, сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Больше 20 тысяч лайков и просмотры, как оказались, не такие уж и грустные. Мое трехнедельное отсутствие практически никак не сказалось. Поэтому всем дикий респект, реально каждому благодарен, кто поддержал. И я буду не против, если вы снова подоставите кучу лайков и оставите много комментариев. И по традиции задавайте первые 100 комментариев с кайфом лайкну. После вчерашней вечеринки я думал, что лучше уже не будет. И как-то смирился, в принципе, подумал, что с меня хватит. Но я пошел в свою счастливую комнату просто открывать пакетики. Ну и, собственно, ребята, хронология. Я открываю пакетики просто без всяких мыслей, 4 600 фа-поинтов. И тут бац, мне падает Кевин Дебрюне. Я такой, блин, яшники точно хотят, чтобы я собирал АПЛочку. Проходит еще какое-то время, мне падает Диаш. Потом мне падает Лукаку. Мне падает Кайл Уолкер, который стоит около 100 тысяч. И в финале все это дело Лакруа. По итогу у меня получается вот такой вот боевой сквад на мой первый геймплейный видосик. Просто вау. И на радостях я сегодня решил постримить. Запуская стрим, доначу 12 тысяч фа-поинтов. Мне падает все лишь один Уолкаут и Тамар Кинюш. То есть это какая-то замануха была, чтобы я сдонатил 12 тысяч фа-поинтов. Я более чем уверен, что тут есть какая-то такая система. К примеру, я сейчас смотрел стрим Райзена. Он там за 2 часа поймал всего лишь один Уолкаут Ди Бала за 30 тысяч фа-поинтов. А у него на аккаунте там что-то около 100 тысяч фа-поинтов. Так что мне кажется, что тут действительно есть какая-то вот история, связанная с количеством фа-поинтов на аккаунте. Когда ты донатишь по чуть-чуть, тебе падает что-то. Когда ты донатишь дохера, тебе падает нихера. А спонсором данного видеоролика являются мои старые, хорошие друзья из компании OneX. 26 числа в апеллочке будет лондонская Derby Arsenal будет играть против Tottenham. А я свою ставочку уже сделал, ставлю на Tottenham. А свою вы можете делать по закрепленному комментарию, или же можете просто быстренько перейти по моему QR-коду. А если используете мой промокод, то можете получить до 25 тысяч на свой первый депозит для новых пользователей. Так что, ребята, давайте, переходите по ссылочкам и сделайте регистрацию для меня, пожалуйста. Это очень важно на данном этапе. Я хочу зарабатывать много денег, открывать много пакцов, FIFA 22 только вышло. Вы понимаете, да, вот этот круговой рот. Вы регистрируетесь, а я открываю пакетики. Потому что ваша регистрация непосредственно зависит от моей, так скажем, зарплаты. Так что, ребята, регистрируйтесь. Так, очень сложная система какая-то нынче, как я понял здесь. Какие-то сезоны, какие-то дивизионы, там что-то отборочные, какие-то плей-офф, какие-то чемпионсы. Что это все такое? Зачем они все это усложняют? Сейчас башка кругом пойдет. По тактикам я понятия не имею, что тут настраивать. Я так от балды что-нибудь напихаю. Ну что, друзья, вы готовы? Мой первый матч FIFA 22 Ultimate Team. Давайте посмотрим на нашего первого соперника. Надеюсь, это будет какой-то лох. Ну, 93 сыграно. Не успел состав посмотреть. Ну реально, ну пофиксите вы это дерьмо. Я понимаю, NextGen все очень быстро. Ну, блин, хочется составчик глянуть. Я уже вижу NextGen, как следы остаются на газоне. Вот смотрите, я подкат делаю, и там какие-то следы остаются. Я что-то не припоминаю, было ли такое FIFA 21. Вроде как нет. Так, ну давайте смотреть, что в этой игре вообще изменилось. Ну, я уже по всяким видосам, геймплейным, видел, что игра стала медленнее. Меня чуть не забивает с первого удара. Прекрасно. По каким-то вот первым ощущениям, реально, как будто я в пес играю. Ну, сейчас, подождите, выйдет там 3-4 патча, и мы снова разгонимся. Теперь все сразу автоматом начинают свои матчи с 10-го дивизиона, как я понял. Соответственно, все будут в равных условиях. Так, то есть не будет такого, что кто-то там прошел калибровку и попал сразу в первый дивизион. Так, это что за пасы такие интересные летят? Прикол, прикол. Так, держать, держать. Нет. Нет, я не должен пропускать. А я пропускаю. Так, хорошо, киберспортивная поза нужна. Так, я 1-0 проигрываю. Состав-то у чела определенно слабее. Но играет он как будто сильнее. И не первый раз. Так, Лукакищ, ну-ка. Ну-ка, ну нахер. Хорош. Вот вам и кикофная. 1-1, быстренько отыгрались. Так, Лукакич. Ой-ой-ой! Что за пасы я только что дал? Это был ложный замак, ребята, честное слово. Так, теперь у нас тут есть более подробная статистика. У меня обводок побольше. Точность ударов у меня вообще кал. Так, Санчо, подать! Это что было? Я сегодня на стриме у Шерманов сидел. У них примерно что-то похожее происходило. У тебя просто в какой-то момент игра начала зависать, как будто, я не знаю, блядь, оперативки не хватает в компе. Лукакич. Блядь, какой слабый удар. Так медленно летел, как будто я не знаю, блядь. Так, давай. Хитарян и Мюрел. Должны улучшить эту игру. Генрих. ХИТАРЯН! На нахуй, блядь, лучший из армян! Че он делает первым ударом, блядь? Файнесс, вынимай, блядь. Нихуя себе! Я ваху! Че за лукшот, блядь, с трех километров? Анимация была интересной, конечно, от Галкипера. Такого я чуть не припомню в FIFA 21. Че-то новенькое было. Он как будто типа такой, ах, не достает и пускает. Так, блядь, ну кик-офф. Фуф, спасибо. Так, давайте попробуем вот такой вот перевод. Лол, прошло. Лол, лол. Лол, ну-ка. А, перекладина от Мхитаряна! Что за тип? Ребята, это какой-то ёбаный гений. Так, Мхитарян. Да ёб твою, как вы такие моменты руините? Вот, Генрих, вот сейчас хороший момент для того, чтобы забить. Я ваху, и че за анимации? Так, ну Лукаку, ну отсюда-то забей. Хорош, Лукакич. Ставит точку в этом матче. 3-1. Фуф. Так, кто у нас лучший игрок матча? Лукаку. У него че, гол плюс ассист. У Дебрюна две голевые. Хорош. Кстати, вот это очень удобная штука. Ты сразу теперь можешь отсортировать и посмотреть, кто кусок говна в твоей команде. Вот как регулен, допустим. Лено тоже кусок говна. Ван Тейк 6.1. Просто браво, лучший защитник в этой игре. Не, ну какая красота здесь от Генриха Мхитаряна залетела. Надо будет потестить и понять, это была случайность или тут действительно лонгшоты так хорошо летят. Так, какие-то очки квалификации мне дают. Понятно. Надо накопить 1500. Отдали все же 25. Вы серьезно? Я буду вечность копить? Так, без остановок, ребята. Летим сразу же во второй матч. Че тут у нас? Антонио, Решфорд, Санчеш, Рамос. Я успел посмотреть состав. И несколько крутых игроков я уже точно увидел для себя. Так, все, друзья. Полетели. Лукакич с центра поля. О, какие автоблоки жесткие. Прямо с центра поля отбирают. Ну, плохой знак. Плохой знак, ребята. Ну-ка. Лукаку! Бля, вы че прикалываетесь? Просто челы реально тут с двух метров не попадают. Вот так вот мажут, бля. Я понимаю, что у него там, бля, то ли 3, то ли 4 на слабо. Он бил с правой, но все равно. Так, хорошо. Ну-ка. Лонгшот. Ух, Дехея. Как он вытащил, блядь. Пиздобол. Не играешь ты так в реальной жизни. Подача. Ну-ка. Ну-ка. Да. Ну. Блядь. Чуть не родил, нахуй. Ну-ка. Да ты заебал! Это что за прикол, нахуй? Какого хуя этот ебучий Дехея так играет? Но в целом, несмотря на эти невероятные сейвы, я вижу, что лонгшоты прям хорошо летят. Я не знаю, опять же, совпадение это все или нет, пофиксит или нет, но пока что летит прям хорошо. А вот здесь вот навес. А вот здесь... А вот здесь добей! Как же долго ты думаешь, Лукаку! Пока что, по первым ощущениям, пейс какой-то там сильной роли не играет в этой игре. Не знаю, может мне кажется, опять же, по своим первым ощущениям, ну... Убегать как-то сложновато мне получается. Блядь, еще я в сайд. Марсиаль. Марсиаль. Прострел. Я ва... Вот это реальный сейв! Вы видели, как ебаный Дехея прыгнул? Это шок просто. Я не знаю, что они сделали с голкиперами, но они какие-то ебанутые, по первым ощущениям. Бля, не знаю, вот ощущение того, что я на льду не покидает меня вот прям от начала и до конца матча. Я не понимаю, что это. Напишите в комментариях, я один такой ебанутый. Ну, типа вот игроки все делают так, как будто они реально вот на льду скользят. Охуеть. Лбандеш не смог оттолкнуть ебучего Антонио. Да что происходит? Сука! Ну вот это бесячая хуйня! Как отобрать ебаный мяч, блядь? Как этот ебаный мяч отобрать? Объясните мне. Ты просто, блядь, дожимаешь все подряд. Игрок вообще до пизды. Просто летит как ебучий, блядь, истребитель нахуй. Кикофную такую засажу, блядь. Бля, не, ну это Дехея, это просто что-то невероятное. Как он прыгает по углам? Это просто ебаная, блядь, фантастика. Тактику меняю, ребята. 4-1-2-1-2. Может она здесь будет работать получше? Давай, 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 Генрих! 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 Хорош! Блядь, я просто вот был на грани сейчас бомбежки нахуй. Попал в перекладину с такого расстояния, но все-таки добил. Генрих Мхитарян второй раз выходит и первым же, ну практически первым касанием в этот раз забивает гол. Ебать, это чё, блядь? Это что, блядь? Дебрюдо сделал, блядь, ебать! Алло! FIFA 22, это чё, блядь? Реинкарнация 15-я FIFA, где лонгшоты залетают. Ребята, вы уж простите, но это было охуительно. Просто, блядь, охуительно. На нахуй! Может и отсюда полетит? Я не знаю, мало ли, блядь. Вдруг тут какая-то имба бить с центра поля. Так, Генрих, Генрих. На! Не, вот это странная хуня. Вы уж простите, но этот гол я хочу пересмотреть. Это был прямой удар, ребята. Без Файнесса. Я просто ёбнул, блядь, со всей силы. Это охуительно. Вот хер бы вы такое забили бы FIFA 21. А тут, смотрите, Дебрюйна просто ёбнул. И Дехей такой, эээ, не дотянусь. Без остановок, друзья. Сразу же к третьему матчу. Так, Иняки, Вильямс, куча нон-рара. Давай, 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 давай. Заброс на Лукаки. На Лукаки. На Лукаки чё? Толкай. Хорошо. Бам! Блядь, ну там неудобно было ему всего нерабочий нагибить. Что если вот так вот сделать? А что если вот так вот сделать? Просто пробежал и прострелил. 1-0. Не, я просто хотел проверить, работают ли прострелы в этой игре. И тут вуаля, первый же прострел сразу же прошёл. Так, без офсайда, без офсайда, ребята. Без офсайда. На нахуй, блядь, вынимай. Так, не дать, не дать ему забить. Не дать. Ребята, блядь, защищайтесь. Последние минуты. Крутит, вертит. Да отберите вы мяч, ебучий, блядь. Ебаная 45-ая, отъебись. Блядь, эти паузы как будто ещё дольше стали, ребята. Я вам отвечаю, они ещё дольше сделали. Я эту херню уже смотрю, хаза сколько. Охуеть, это что за проходной? Двор! Неважно, Лено хорошо сыграл в этом моменте. Так, Регулион. Регулион, я вижу там Лукакича или... Кто здесь? Бля, я не понял, как ребята с таких убойных позиций не сбивают. Это реально новая фича какая-то, я в ахуе. Хорошо. Хорошо. Дальше. Дальше. Ну! Забей хорошо, Лукакич. 3-0. Тихо, держать, держать. Держать? Это кик-офф, ну. Так, ну. Пацаны, ну вы чё, блядь? Э-э-э-э. Тихо! Ебать, ты чё пропустил? Эй, уёбок на воротах, ты чё? Бля, не-не, только не говоришь, что сейчас настало время какого-то великого камбэка. Не-не, надо тебя по-быстрому забить сейчас. Ну ладно, если убрать тот факт, что этот гол пропустил я, наверное, отчасти это реалистично, что киперы иногда пропускают, ну, прям совсем какое-то лютое говно, как я сейчас пропустил. Всё, ребята, победа 3-2. Очень скользкая игра была. Под конец я чуть-чуть, наверное, подтягивал, чтобы не испортить тебе стрик хороший. Так, всё, ребята, я из 10-го перехожу в 9-й дивизион, если я всё правильно понимаю. Я теперь не бомж из 10-го дивизиона, а из 9-го. Ну и, наверное, пора подводить итоги. В целом, наверное, я по большей части доволен первым своим геймплейным видосом, первым своим опытом в этой части FIFA. Да, немного непривычно, немного медленно, как будто я в болоте, но при этом я какое-никакое удовольствие получаю. Определенно точно меня впечатлил Лукаку, даже несмотря на то, что я неповоротливый. Хорошо завершает. Три матча, четыре гола, четыре асиста. Кевин Дебрюне, моё почтение, гол плюс два асиста. Вы ещё вспомните тот гол, который он забил. Дальний удар и 91. Надеюсь, именно этот параметр уже хоть что-то начнёт знать четверть часть FIFA. Марсиаль просто по нулям. Сон 2 плюс 1, но в целом как бы не сильно он меня удивил. Поэтому давай, к экселю тебя бомжа. Санчо вообще ни о чём. Всё-таки Пейс нормально так руинит его карточку. Ну а защита, ну типа ок. Тоже как бы ничего критичного и ничего из разряда вау я не заметил. Возможно, Рубена Диаша я продам и куплю на его позицию в Варана. Да, так и сделал, я думаю. Ну и про Мхитаряна тоже хочется сказать, что это просто какая-то ебешая карточка. Вы сами видели. Два раза вышел и двумя касаниями забил. В общем-то вот, ребята, как-то так. Жду ваши комментарии, ваши отзывы по первому геймплейному видосу. Надеюсь, он вам понравился. Ну и опять же попрошу вас поддержать моё возвращение, поставить лука, составить классный комментарий, ну и в целом написать, как вам випка 22-ая. С вами был я, Пандосов Иксович, спасибо за просмотр и всем хорошего настроения. Чао, какао.